На открытом совещании собрались представители госагентства и столичного управления по защите прав детей, монгольского филиала международной организации World Vision, Главного управления полицией, Ассоциации по правам ребенка всех 21 аймаков страны и другие организации и движения. Всего более 200 человек. Статистика в Монголии показывает, что за последние 10 лет более 13 800 детей стали участниками правонарушений. По показателям на 2010 год 108 детей были ограблены, 28 подвержены насилию в семье. И хотя сводки полиции говорят о снижении этих показателей за последние два года, вопрос защиты юных граждан от всевозможных рисков остается открытым. В прошлом году под патронажем вице-министра Энгболда было проведено национальное совещание по правам ребенка. Тогда были учреждены рабочие группы по шести отдельным направлениям. Бытовые, дорожно-транспортные аварии, стихийные бедствия, детский труд, насилие, а также роль родителей и взрослых. Сегодня мы обсуждаем итоги годовой работы и обозначаем дальнейший ориентир. На какое из направлений стоит обратить особое внимание, какие меры лучше принять. В рамках совещания в столицу были приглашены более 130 детей со всей страны. Вчера ребята собрались в детском лагере отдыха Найрамдал, чтобы обсудить, какие меры в их защиту были предприняты, дают ли ощутимые результаты рабочие группы, чего еще не хватает для эффективной работы. По итогам этого обсуждения нами были созданы руководства по защите прав ребенка. Их передадут в управление, в отделы несовершеннолетних на местах. В ходе исследований выяснилось, что основной причиной подростковой преступности становятся бедность, слабая забота и внимание со стороны взрослых и родителей, насилие в семье, моральное обращение с детьми, нехватка культурно-досуговых мест. Как утверждают специалисты, противозаконные действия против детей проводятся не в стенах школ, детских садов или на улице, а именно в семье. В этой связи необходимо проводить массовую пропаганду против насилия и жестокого обращения с детьми, проводить консультации для родителей, открыть кабинеты психологической и юридической помощи. К нам очень много обращаются с вопросом, какие меры предпринимаются для помощи бездомным, беспризорным детям, которые попрошайничают на улицах или проживают в люках теплосетей. По закону, родитель должен обеспечить для своего ребенка все условия для нормального существования, создать благоприятную среду, чтобы ребенок мог учиться, получать здоровое питание, развиваться. Хотелось бы отметить, что основной груз ответственности за ребенка несет именно родитель. Сейчас же мы видим картину, когда права детей нарушаются их же родителями, и это наблюдается повсеместно. Поэтому мы стараемся дать обществу базовые понятия, разъяснить, что значит быть ответственным родителем, рассказать, какие законы существуют. Участники совещания отметили, что защита прав детей – это работа не только организации, государства, а каждого отдельного человека. Поэтому нужно объединить силы для предупреждения в обществе нарушений против несовершеннолетних.